Фиксики Фиксики Большой-большой секрет Шариковая ручка И здесь нет Дим Димыч, ты не меня ищешь? Ой Не, красную ручку Зачем она тебе? Да вот, учительница в дневнике замечание написала Плохо вел себя на уроке Вертелся и разговаривал Ну так все уже написано Зачем еще ручка? Хочу эту запись немножко, ну, подправить Только бы ручку найти А, вот она! Ого, Вовка! И что ты хочешь подправить? Я везде пропишу не И получится Неплохо вел себя на уроке Не вертелся И не разговаривал Класс! А в конце допиши И вообще он молодец Не, так могут догадаться Засохло что ли? Надо расписать Это не ручка, а ручка какая-то Ой, а у нее шарика нет А что, должен быть? Конечно! Она же шариковая Ты думаешь, ручка чем пишет? Пастой Ну, такими густыми чернилами Правильно А паста хранится в стержне А на стержне есть наконечник с маленьким стальным шариком Ну, конечно, это для людей шарик маленький А для фиксиков он довольно большой Когда ты проводишь ручкой по бумаге Шарик вращается Наматывает на себя пасту И переносит ее на бумагу Без шарика ручкой писать не будет А другой красной ручки у меня нет Всем привет! Чего грустим? Шарик от красной ручки потеряли Где? Где-то здесь Тогда вам повезло! В помогаторе есть металлоискатель Прибор, который умеет искать всякие железки И это не шарик Сама вижу Похоже, на столе его нет Еще сто лет назад люди писали перьевыми ручками Которые приходилось постоянно макать в чернилицу Некоторым, особенно ленивым людям, это надоело И они собрели авторучку В авторучку можно было набрать чернила и писать, пока они не закончатся Но авторучки иногда протекали и ставили на бумаги кляксы С этими проблемами удалось покончить, когда появились шариковые ручки Они простые, удобные, надежные Разве что на стене или вверх ногами долго писать не способны Это потому, что паста на шарике заканчивается А новые стержни к нему не стекают Правда, говорят, и эту проблему уже решили Есть такие ручки, которыми могут писать даже космонавты в невесомости Ой, а это не он? Точно, шарик Вот какая полезная штука Металлоискатель Это ты меня так называешь? Дим Димыч, помоги Кстати, а зачем вам красная ручка? Нам с Дим Димычем надо кое-что в дневнике подправить Что? Знала бы, не стала бы помогать Не вертелся и не разговаривал Вам что, делают записи в дневник, когда вы хорошо себя ведете? Ага, как только хорошо себя повел, сразу в дневник пишут А-а-а Видал, Симка, как Дим Димыч классно всех перехитрил? Значит, раз это единственная запись, в остальные дни ты вел себя плохо? Ага, то есть... Ой Видал, Нолик, как Дим Димыч классно сам себя перехитрил? И здесь все в порядке Ну, хоть бы что-то сломалось Уже неделю ничего серьезного Не переживай, вещи всегда и везде ломаются Почему же они в этой квартире не ломаются? Потому что мы за ними ухаживаем Нет, Мася, скучно без дела Надо отсюда переезжать Когда фиксик заканчивает учебу, он выбирает место работы Кто-то идет работать на завод, кто-то на корабль, кто-то в театр, а кто-то в больницу Фиксики нужны везде Семейные фиксики, у которых есть дети, выбирают места поспокойнее Они обычно селятся в жилых домах Здесь не так шумно, как на заводе, но тоже полно дел Нужно следить за телевизорами, компьютерами, пылесосами и телефонами, утюгами и стиральными машинами И фиксики стараются вовсю Они просто обожают свою работу А если работы становится мало Фиксики переезжают в другое место Туда, где их помощь нужнее Малик, ты слышал? Я не хочу переезжать Папус, подумай о детях У них тут школа, друзья Не нужны им такие друзья Где-то слыхано, чтобы фиксики дружились с человеческим мальчиком Все, если до вечера ничего не сломается, меняем квартиру Это как же? Дим Димыч вернется от бабушки, а нас уже нет? Возьми себя в руки Я больше никогда его не вижу Малик, есть идея Какая? Если до вечера что-нибудь сломается, переезда не будет А если не сломается? Сломается Мы поможем Синка, ты гений! А как будем ломать? С помощью лома Лом очень простой инструмент Это тяжелый железный пруд, концы которого заточены или расплющены Лом годится, когда нужно разбить асфальт или расколоть лед Его используют как рычаг, чтобы выкачивать тень или сдвинуть камень А если на плоском конце лома есть выемка, то им удобно выдергивать гвозди В общем, как говорится, против лома нет приема А у нас есть лом? У нас есть помогатор А в нем есть все Класс! Приборок, механизмах Работа есть для нас Ведь техника капризна За ней глаз да глаз И в полдень мы, и в полночь Всегда нас сторожим Мы экстренная помощь Которая лучше Не зевали Давай, давай Работа есть Мы сразу здесь Не зевали Давай, давай Работа есть Мы сразу здесь А можно теперь я? Держим Ноги! Ты что делаешь? Хочу разбить лампу Не надо Почему? Во-первых, все должно выглядеть, как будто само сломалось Понял? А во-вторых, надо ломать так, чтобы можно было починить Тут что-то нужно починить? Или мне послышал? Папус, мы тут обнаружили, что телевизор не работает В самом деле? Да! Им на клавиатуре кнопка западает Правда? Правда? И еще часы уходят Ого! Мася! А жизнь-то налаживается Будем чинить? А как же? Мы же фиксики! Работа есть на счастье Работа наша страсть Нас дело закрутило Мы сделаем нам пропасть И в глубине приходят Как на берегонки Мелькают наши скорые звезды Раз, два, три И мы внутри Чтобы ценить И починить И починить Не зерва Давай, давай Работа есть Мы сразу здесь Жаркий выдался денек Как будто нарочно кто-то все сломал Оно само Само сломалось? Да В этой квартире еще полно работы Не будем переезжать Мне здесь нравится И мне И мне И мне тут тоже нравится Рычаг Рекорд Мизинцев Взял Ну и рекорд Я такую штангу Одним мизинцем подниму Конечно А ты вот тумбочку можешь поднять? Не знаю Не пробовал А ты попробуй Не можешь? А тумбочка-то маленькая Меньше тебя А вот я Смотри Могу поднять Карантош Который нам Много больше меня Ну Кто из вас сильнее? Хм Выходит, что ты Фиксики Очень маленькие Но при этом Они гораздо сильнее людей Да-да Не верите Вот кто сильнее Слон или муравей? Думаете, слон? Да-да Он ведь большой А вы знаете, что один муравей Может поднять 50 таких же муравьев, как он сам А слон? Вряд ли он и одного слона поднимет Получается, что для своего роста Муравей сильнее слона Так же и фиксики Для своего роста Они потрясающие силачи Фиксик способен поднять вес в 100 раз больше своего веса Или прыгнуть на высоту в 50 раз выше своего роста Если бы людям такую силу То один человек мог бы свободно поднять автомобиль Катин, девочь Тебе нужно силу подкачать А как? Начни поднимать гантели Или штангу Хочешь, я тебе свою дам? Нет, спасибо Я лучше возьму папины гантели Они в его кабинете Вон одна А где же вторая? Ага, нашел! Сейчас ее достану Давай, давай! Я тебе помогаю! Застряла! Ладно Отойди-ка! Дай я! А ну что там приклеилось? Эй! Вы чего расшумелись? Привет, Симка! Мы тут гантель достать не можем Вы не достанете Ее же диваном придавило Вот оно в чем дело! А я думаю, неужели я так ослаб? Ну что ж, значит, надо поднять диван Не получится Он слишком тяжелый Получится Дим Димыч, неси свою хоккейную клюшку Ага Как это ты клюшкой целый диван поднимешь? Сейчас увидишь! Вот, принес! А зачем она? Мы из нее сделаем рычаг Рычаг? Ну да Рычаг похож на обыкновенные качели Доска на опоре Только у качелей два конца доски равны А у рычага одно плечо длиннее другого В этом весь секрет С помощью рычага можно поднять любой груз Нужно только подвести под груз короткое плечо рычага А на длинное нажать И чем длиннее это плечо, тем большую тяжесть удастся поднять Рычаг увеличивает силу человека Главное, найти точку опоры А на эту гантель опереться можно? Молодец! Правильно соображаешь! Ну что, готов? Готов! Жми, Дим Димыч! Главное, получилась! Главное, ты так же не можешь Главное, какой я сильный! Я и папины гантели легко подниму Вот, смотрите Хе-хе-хе, я же тебе говорил Начни тренироваться с моей штанге Но ведь я целый диван поднял Это не ты поднял, а рычаг Слыхал, как говорят, знание и сила? Слыхал Хотя и сила тебе тоже не помешает Так что бери свой рычаг и ай, да, в хоккей играть Хоккеисты, знаешь, какие сильные? ЗАСТЕЖКА МОЛНИЯ Ой, Морик, смотри Что это, Дим Димыч, в куртке спит? Может, это у него такое домашнее задание? Ага, по физкультуре Доброе утро Доброе Привет! А это что? Это мне вчера купили Правда классная куртка И ты что, всю ночь мне спал? Ага, вчера померил Даже снимать не захотелось, так лучше Да, с тобой не соскучишься Ой, кажется, молнию заело Ну и что? Можно ж куртку не снимать Теперь все равно в школу идти А в школе что, прямо так сидеть? Как же я полню испортил? Спокойно, пока еще не испортил Застежка молнии Это два ряда мелких крючков Которые в ракетных замочах бегунов В бегунке с одной стороны два входа А с другой один Когда мы тянем бегунок вдоль молнии Крючки срочно насыпляются друг за друга И с двух рядов получается один Рррррррррр и молния застегнута А чтобы ее расстегнуть Бегунок тянут в другую сторону Тогда крючки просто разъединяются А у меня вот не разъединяется И что делать? А что по утрам делают? Зарядку Ты делай, а я пока подумаю А мне что делать? И ты делай зарядку Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Симка, ты скоро придумаешь? Я уже в плоте Скоро, скоро Пойди пока умойся А можно и мне подумать? А толку? Иди лучше тоже умойся Ты как, Сидимыч? Она уже удовала Что? Она уже удовала А, понял Нет, она еще не придумала Жарко А ты представь, что ты полярник Они все делают в куртках А я буду пингвинчиком Ты куда? Все, больше не могу Ладно, сиди смирно А я посмотрю, что там сломалось Я знала, что полярники смешная и как Да нет, это Симка Ой, животное Не дергайся Отклинись и катись Ага Вот почему бегунок не проходит Тут нитка в молнии застряла Сиди бегунок вверх Тедыщ Можешь расстегивать Ух, спасибо Вот она, нитка В ней вся проблема и была Надо же Из-за такой мелочи Я весь упарился Техники мелочей не бывает Помню, лет 60 назад Собрали ученые Один из первых компьютеров Большой-пребольшой Он занимал несколько комнат И состоял из миллиона деталей Прямо чудо техники И вдруг это чудо техники Бах! И ломается И никто не может понять почему Не работает компьютер Все Ученые прямо с ног сбились А оказалось, что виновата Маленькая бабочка Она влетела внутрь компьютера И застряла между контактами Из-за этого пустяка Электроника вышла из строя И вся кроматная машина Зашла с ума О, как бывает А вы говорите Мелочи Дим Димыч Завтрак готов А ты почему в куртке? Это я в полярников играл Хм Тимка А чего ты так долго думала? Да так Хотела посмотреть Как Дим Димыч будет в куртке зарядку делать И зубы чистить Так ты специально? Ну да А что, уже пошутить нельзя? Хе-хе-хе Уровень Дим Димыч Извини, но кино в воскресенье отменяется Почему? Я уезжаю в командировку в Африку Ух ты! А мне с тобой можно? Тебе? Ты хоть знаешь, где она? Африка Африка Вот Нет, ты еще маловат Вот дорастешь хотя бы до верха Африки Тогда возьму с собой Дим Димыч Ты что делаешь? Да вот хочу понять Да Роски на Верх Африке Или нет? А ты свой Роски Знаешь? Неа Тогда давай сначала отметим твой Роски Ты только книжку подержи Симка, а как померить? Что выше? Верх Африки? Или это черточка? Непонятно Нужна гибкая прозрачная трубка А, я видел такую В кладовке Из нее мы сделаем прибор Который называется Водяной уровень Проведем опыт Возьмем два сосуда И нальем в них воды В один побольше В другой поменьше Теперь соединим их трубкой Чтобы вода могла перетекать Видите? Вода потекла, потекла И остановилась В обоих сосудах На одной высоте И так происходит всегда Если край воды На одном конце трубки Мы приставим К какой-то отметке То на другом ее конце Вода покажет нам Ту же высоту Я буду следить За уровнем воды На этом конце Осторожнее А то вода вылится Малик, у тебя как? У меня вода в точной подметке Ну вот, Дим Димыч Теперь вода в трубке Показывает твой рост Ну как? Не дорос еще Дим Димыч До Африки А может трубку выше поднять? Можешь попробовать Но воду не обманешь Видишь? Вода остается на том же уровне Эх, это мне еще долго расти А что если карту пониже перевесить? Это же не честно Зато быстро Моя любимая пословица Семь раз отмерь Один раз отрежь А чтобы мерить Нужны измерительные приборы Самая простая линейка С ее помощью Можно узнать длину предмета Сколько прошло времени Подскажут часы Спидометр показывает скорость С которой едет машина Электрический счетчик в доме Следит за тем Сколько потрачено Электроэнергией Шумомер определит Кто громче умеет Кричать и толкать ногами А штангенциркуль Легко узнает Размер любой монеты И ширину отверстия в детали Без таких замечательных приборов Не обойтись Ведь если не сделать Точный замер Все вокруг Разволкается И развалится Опа Пап Пап Ну как? Странно Получается, что ты чуть выше Значит, возьмешь меня с собой? Да Придется Ура! Только всем, кто едет в Африку Полагается делать прививки Ты же готов? Прививки? Это что? Уколы, что ли? Ну да От малярии От мухи цц От укуса крокодила Всего 10 уколов Ты... 10 Пап Знаешь Я пошутил Я просто карту Перевесил пониже Понятно Я тоже про прививки пошутил Что? Уколы делать не надо? Надо Но не 10 А сколько? 9 От укуса крокодила Прививки не помогают Степлер Дим Димаш перехватывает мяч Он робко обыгрывает соперника Впереди Миколуни Калкипец забирает от страха Дим Димыч Прекрати пинать мяч У тебя концерт в школе через полчаса Я не буду снова гладить твой костюм Ладно, мам Давай еще разок, а? Простите, ребята Мама запретила мне пинать мяч Но не запретила катать его Давай, давай, давай Ого! Ах, Дим Димыч Твои штаны Уи-и-и-и Это же мои концертные брюки Да Это серьезно Но твоя мама, наверное, успеет зашить? Я даже боюсь ей об этом говорить Она же меня предупреждала Есть идея! Вот! Ты хочешь скрепить шов степлером? Классно придумал? Надо попробовать Ну-ну Сейчас Стой! Что такое? Нос чешется Все, теперь можно Получается Супер! Да, степлер это вещь Как интересно он работает Давай-давай, не отвлекайся Степлер Степлер заправляет специальные заготовки Состоящие из многих неотделенных друг от друга скрепочек Когда ты нажимаешь на рукоятку Железный зубец отщипывает одну скрепку от остальных И проталкивает в щель Скрепка прокалывает листы бумаги И упирается в твердую металлическую пластинку На ковалью Усики скрепки от давления загибаются И хоп! Схватывает бумагу Получается, что мы как будто шьем Только не иголкой, а степлером Так оно и быстрее Заело Может, нам скрепки кончились? Скрепки еще есть Только одна из них в щели застрела Дим Димыч, у тебя пять минут Хорошо, мам! Ну что, получается? Нет Давайте папуса позовем Он сильный У него помогатор Сами справимся Дим Димыч, найди, чем можно вытолкнуть скрепку Степлер не такое уж новое изобретение Говорят, у французского короля Людовика XV Был степлер из золота и драгоценных камней Правда, больше одной скрепки в него не помещалось Современные степлеры гораздо удобнее Каких только степлеров не придумали люди И для бумаги, и для фанеры, и даже для кожи Ими пользуются хирурги во время операции Степлер-пистолет применяется для обивки мебели А его старший брат, пневматический молоток Может скреплять даже стены домов А вот изобретение почти такое же важное, как степлер Это антистеплер Им можно вынуть скрепку, поставленную степлером Отвертка подойдет? Готица! Смотри, отвертка точно входит в щель Отлично! Протолкни скрепку, только пальцы не причини А то шить не сможешь Тыдыщ! И еще не тыдыщ Ты сначала штаны почини Все, готово! А вот теперь... Тыдыщ! Дим Димыч, ты готов? Давно... А ловко я придумала со степлером, правда? И мама Дим Димыча ничего не заметила Ну-ну Это до первой стирки Катапульта Что это было? Странно Дим Димыча нет Не могли же его солдатики сами выстрелить? Хорошо, бабахнула Но недалеко Ты не высоко Ну точно В общем, плохо Хорошо, но плохо Ясно И что делать? Надо ее задрать повыше Эй, Фаер, Нолик Вы чего по своим стреляете? Свои? Сейчас на уроках должны сидеть Я-то на уроке и иду А вот ты, Фаер, почему не там? Да там скукотища А здесь... Смотри, какую мы стрелялку нашли Эх ты, двоечник Даже название не знаешь Это катапульта Катапульта? Ха-ха Не катапульта А катапульта Катапульты Это старинные метательные машины Они стреляли камнями Тяжелыми стрелами Или бочонками С горящей смолой Главная часть катапульта Специальный канат Который сильно-сильно Закручивают Как пружину Канат вставляли большую ложку Если такую ложку Оттянуть Положить в нее камень А потом отпустить Происходит выстрел Ух! И камень летит далеко-далеко Ага Вот мы сейчас и Ух! Недолет Какой недолет? Куда вы не идите? Увидишь Вот только ложку посильнее Оттянем Вы стекло разобьете Молик Навались Эй! Есть! Пристрелялись! Теперь можно и в космос лететь Какой космос? Как лететь? Кто лететь? Я лететь! Через форточку Жить! Прямо на Луну! Первый в мире фиксанавт Нолик Готов ли ты к полету в космос? Готов! Нолик Вылезай оттуда Я буду первым фиксиком на Луне! Нолик Прекрати Что за шутки? Какие шутки? Он в космос летит! А почему не ты? Он легче Стойте! Люди прежде чем самим в космос лететь Собак запускали Нет! Кусачка сюда не влезет! Симка Уйди лучше Не мешай Ладно Уйду Но только если Нолик полетит в шлеме Хм Это правильно Шлем сейчас найдем Метательную машину Катапульту Изобрели еще в древности Но используют и сейчас Только с ее помощью запускают не камни, а самолеты Например, на корабле авианосца Где самолету мало места, чтобы разбежаться Его разгоняют катапультой А еще катапульта спасает жизнь летчиков Когда самолет попадает в аварию В кабине зарабатывает катапульта Летчик вылетает в небо И приземляется с парашютом Обычная рогатка Это тоже катапульта Только очень маленькая Будьте осторожны с этой игрушкой Она опасна и для других, и для вас Мы, фиксики За использование катапульты Только в мирных целях Папа, скорей! Там Нолика на Луну запускают! Что? Если я лунных цельщиков встретил, что им передать? Привет! И пусть тебя обратно запустят Поехали! Поехали! Попускай! Стой! Куда? Симка! Снули! Я вылезу! Все целы! Ура! Он улетел! Кто улетел? А где папус? Не дает Но мы не виноваты Вы просто тяжелее Нолика Поэтому и попали в горшок Папус, а может, еще раз попробуем? Что? Музыкальная шкатулка И когда крыса-лов Заиграл на своей волшебной дудочке Крысы вылезли из своих нор И пошли за ним И ушли из города навсегда Фух! А дальше что? Больше не могу читать Ноги устали Фух! Симка! Нолик! Там что-то шуршит! Где? У папы! В кабинете! В деревянном ящичке! Хм! Может, там мышь завелась? Дим Димыч! Сиди здесь! Мы с Ноликом сходим проверим! А если это и правда, мышь! Что нам с ними делать? Они же такие огромные! Я для чего тебе книжку читала? Надо задудеть! И мышь уйдут! А где мы дудочки возьмем? Сделаем! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Дедус, ты здесь? Весь день работать не дают То крышку кто-то открывает То вы тут дудите Это Симка придумала дудить Чтобы ты мыши не боялся Ой, а что это за прибор? А вы как думаете? Кефималка? Нет Менсорубка Хе-хе-хе Предкачёска? Что? Что? Ну, машинка, чтоб пятки чесать Хе-хе-хе Ну ты ляпнул Это музыкальная шкатулка Музыкальные шкатулки Придумали лет 200 назад Обычно внутри шкатулки Есть валик В который натыканы короткие иголочки А рядом с валиком Закреплена гребёнка с язычками Разной длины Если дёрнуть за такой язычок Он издаёт мелодичный звук Короткий язычок звучит повыше Длинный пониже Когда валик вращается Иголочки дёргают за разные язычки И получается музыка Класс! А что тут сломалось? Пружина соскочила Её нужно обратно заправить Поможете? Ну вот теперь порядок А почему музыка не играет? Сначала нужно пружину ключом завести Тыдыщ! Я знаю кто нам поможет Ну как, Дим Димыч? Угадай, что это за прибор Кофемолка? Нет Мясорубка Хе-хе, ну ты ляпнул Ещё скажи петкачёвка Тогда что? Заведи её этим ключом Узнаешь? Хочешь узнать Откуда берутся звуки разной высоты? Положи на край стола Обычную линейку Один конец прижми А за другой дёрни Чем короче свисающий со стола кончик Тем выше звук Так ведут себя язычки Из музыкальной шкатулки И колокольчики звучат так же Чем меньше колокольчик Тем он тоньше звенит Звук струн на скрипке или на гитаре Зависит от их толщины Толстые струны Звучат ниже Тонкие выше А ещё важно Как струна натянута Возьми обычную верёвку или резинку Один конец привяжи к дверной ручке А другой оттяни Свободной рукой подёргай верёвку Чем сильнее она натянута Тем звук выше Можешь даже сыграть что-нибудь Теперь ясно Это коробочка с музыкой Не коробочка А музыкальная шкатулка Я так и сказал Ну, а что там в ней завелось? Про живо там завелось Да нет, я не про то Ну, что там шуршало? Шуршало? А это, Дим Димыч Большой-большой секрет Кодовый замок Идёт Нолик, ты где? Не прячься Всё равно найду Нолик, ты? Как не честно Ты знал Давай ещё раз Да ну У меня новая игровая приставка А ты мне предлагаешь играть в какие-то прятки А где она? Что-то я её не вижу Я её в школу носил Зачем это? Похвастаться Классная вещь Дим Димыч А мне научь поиграть? Не, я ещё сам не наигрался Ладно, ладно Попросишь у меня чего-нибудь Подожди Три или четыре Или вообще семь Забыл Что забыл? Кот на замке забыл Теперь даже дневник не достать А у меня там домашнее задание записано Я твой дневник смотреть не полезу Даже не проси Дим Димыч Чего грустишь? Замок не могу открыть Кот забыл Подумаешь Ха Откроем Замок устроен не сложно Кодовый замок Состоит из нескольких колец с цифрами Внутри каждого из них Есть ещё одно кольцо С прорезью Если все кольца повернуть так Чтобы душка замка с зубчиками Смогла пройти в прорези То замок откроется Значит, когда снаружи правильные цифры Внутри эти самые прорези выстраиваются в ряд Вот именно Выходит, надо заглянуть внутрь замка Так, ясно Нолик, ты где? Дело есть Не пойду Я жадинам не помогаю Нолик, ну пожалуйста Я не буду сильно жадничать Ладно, разжалобил Только потом Сразу дашь поиграть на приставке Да Как же тут десно Потерпи Мы будем крутить кольца А ты кричи стоп, когда надо Стоп Следующее Стоп Стоп Давай Есть Али, оп Идыш Ура А пароль-то простой Даже слишком Секретные цифры и буквы С помощью которых вы что-то запираете Называются год Или пароль Запомните Никогда не пользуйтесь слишком простыми паролями Их легко разгадать Цифры или буквы не должны все время повторяться Или идти подряд Также не стоит делать пароли из года своего рождения Или собственного имени Придумайте что-нибудь посложнее А чтобы не забыть Что придумали Записывайте свои пароли на листочке Или еще где-нибудь И никому этот листочек не показывайте Тогда, если ваш пароль вылетит у вас из головы Вы его с помощью листочка легко вспомните А с чего это ты на рюкзак замок повесил? Прятал приставку от ребят А зачем тогда в школу таскал? Хотел в классе похвастаться Похвастался? Да нет Ее только покажешь Все сразу Дай поиграть Дай поиграть И ты ее спрятал И никому не показывал? Не показывал А зачем в школу таскал? Похвастаться Ну ты хвастун Ну ты жадина Ой, то есть бывшая жадина Ты что, дашь нам поиграть? Берите Мы тебе не мешаем Прыгайте потише А то стол трясется Сила трения Фу, Дим Димыш Как у тебя дверь противно скрипит Да она вообще плохо открывается Это потому, что дверные петли Друг от друга трутся И что делать? Надо уменьшить трение Как? Смазать петли Давай смажу Пока помогатор при мне Давай Можно я помогу? Можно Подержишь помогатор Трение Это сила Которая мешает Одному предмету Скользить по поверхности другого Трущиеся друг от друга Предметы Быстро изнашиваются Чтобы уменьшить трение На поверхность деталей Наносят машинное масло Или другую смазку Смазка помогает Крутиться шестеренкам часов И колесам автомобилей Даже лыжи смазывают Чтобы с ним не прилипал снег И они лучше скользили Давай, давай, Дим Димыч Порядок Проверяй работу Не скрипит Кто-то Спасибо Я пошел Куда? С горки кататься Возьми меня с собой Не, Нолик У тебя же нет ни занок Не даже ледянки Симка А может мне ледянку смазать? Зачем? Она и так отлично По снегу скользит А, ну ладно Подожди меня, Нолик Я тебе приготовлю сюрприз Ух ты Скользко, как на льду Класс Нет такого трения Кто-нибудь Помогите Нолик Что случилось? Погоди, я сейчас Папу Бабусик Помоги Кто меня звал? Я иду на помощь Ай Что тут у вас за шум? Дедусь Не ходи сюда Тут скользко Что вы говорите? Осторожно Что это было? Это я масло разлил Зачем? Чтобы уменьшить трение Приплыли Не двигайтесь Я вас сейчас оттуда вытащу И чем тебе трение мешало? Через пять минут Чтобы все было чисто Инженеры все время борются с трением Пытаются его уменьшить Чтобы их машины ездили быстрее А детали меньше изнашивать Но представьте себе Что будет Если сила трения Исчезнет вообще Все начнет выскальзывать Из рук и палец со стола Узлы будут развязываться Сами собой Да что узлы? Машины не смогут ездить без трения Колеса будут просто прокручиваться на месте Не сцепляясь с дорогой Даже ходить мы с вами не сможем Потому что при ходьбе Мы отталкиваемся ногами от земли А как отталкиваться без трения? Никак Вот оказывается какая полезная штука Это сила трения Кажется очистили Пока еще пахнет Нолик я совсем забыла Я же тебе приготовила сюрприз Вот что это? Я для тебя ледянку сделала Ой, спасибо Только зачем мне ледянка без снега? Ну, Ли, смотри, что я тебе принес Что? Снег Настоящий снег? Да, теперь у тебя будет своя горка Вот это да! Вот это сюрприз! И никакой смазки не надо Часы Часы Обходи слева! Не надо! Вылетишь? Не вылечу Я же говорил! Ты мне? Ой, нет! Ты игрался Уже с компьютером разговариваешь Так, по-моему, на сегодня хватит Ну, мам, еще немножко Даю тебе полчаса до ужина А потом никакого компьютера Ну, вот, за полчаса все уровни не пройти Да уж! А если растянуть эти полчаса? Как? Можно стрелки на часах назад перевести Заметят А давайте просто замедлим часы Это как? Такие вещи надо знать В старинных часах была такая штука Маятник Маятник равномерно качается И регулирует скорость движения стрелок Если его удлинить Он начинает качаться медленнее И часы замедляют ход А с покороченным маятником Часы идут быстрее В современных часах маятник редкость Вместо него используется пружинка Или электронный чип Но часы по-прежнему можно замедлить Или убыстрить Наболись! Ого! И правда медленно пошли Ну, теперь ты наиграешься Только надо и на кухне часы замедлить Да, и остальные часы в доме Тут мы удлиним маятник Ага! И часы пойдут медленнее Маятник, вот еще часы Вперед! Все! Мы во всем доме часы замедлили Молодцы! Так, запередай! Ну, Дим Тимош! Ты крутой! Ух ты! Вот это другое! Ничего себе! Молодцы! Так, ничего не понимаю Ура! Вообще! Да! Я все прошел! Спасибо! Вы просто... Повелители времени! Да! Вот только есть хочется А мама на ужин не зовет Так полчаса еще не прошло Чем это пахнет? Что-то сгорело! Что случилось? Пожар? Странно Я все делала как обычно И по времени все точно А курица сгорела Может, часы встали? Да нет! Идут! Буду варить тебе кашу Опять каша Мам! Я сейчас! Видели, что вы натворили? Повелители времени! Сейчас же ускорьте все часы! Ладно, ладно! Ускорим! Даже еще быстрее сделаем! Ничего только не придумывали люди Чтобы мерить время Если воткнуть в землю палку Тень от нее в течение дня Будет двигаться по кругу Вот вам простейшие солнечные часы Потом придумали водяные часы В них время измеряли по тому Сколько воды вытекло из сосуда А когда воду заменили на песок Получились песочные часы Но по-настоящему люди научились мерить время Только когда изобрели механические часы Их делали огромными И совсем маленькими Наручными Потом появились удобные электронные часы Которыми все мы пользуемся А самые точные часы Атомные По ним сверяется весь мир Дим Димыч Че это у тебя в будильник звонит посреди ночи, а? А разве еще ночь? В окно посмотри А по часам уже утро Странно Это мы вчера с Фаером часы ускорили Вот будильник раньше и зазвонил А зачем ускорили? Дим Димыч просил И что теперь делать? Как что? В школу идти? Ау Шучу Ложись Досыпай до утра А я пока верну все как было А можно я помогу? Хе Нет уж От вас, мальчишек, одни проблемы А кто такие фичики? Большой-большой секрет А кто такие фичики? Большой-большой секрет Ложи Русский